Всем привет, меня зовут Улжан, это Джорпи Стал. Как вы уже знаете, в прошлом году мы запустили новое направление. Это страна, которую многие прозвали рай на земле. Это волшебные Мальдивы. И неудивительно, что за короткий срок многие ребята захотели работать на Мальдивах, уже улетели. И скоро к ним присоединится еще одна наша успешная кандидатка. Это очаровательная Ашат. Здравствуйте, Ашат. Здравствуйте, всем привет. Спасибо вам большое, что согласились поделиться своим опытом за ваше время. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Где вы работали, про свой опыт работы? Всем привет. Очень приятно, что мы находимся сейчас здесь. Я очень рада, что обратилась к вам. И что я сейчас могу поделиться своим опытом. Возможно, кому-то я дам какую-то информацию очень полезную, которая укрепит уверенность в себе. Расскажу немного о себе. Меня зовут Айшат, мне 32 года. Я сама по себе журналист. Работала на телевидении 6 лет. Также после чего поработала в футбольном клубе Актубе, в пресс-аташе, в медиа-офицер, как сейчас это называется. После чего я поняла, что мне нужно пространство, что я еще хочу развиваться. И поработала в сфере кино, киноиндустрии в Алма-Ате. Это побывала и актрисой, и ассистентом режиссера, и кастинг-агентом. Ну, в общем, да, попробовала все, что очень-очень интересно, все, что насыщено. Но после, в прошлом году, мне и этого стало мало. Я поняла, что я хочу попробовать себя как профессионал уже более высокого уровня и, естественно, уже за границей. За границей, так как сразу куда-то далеко ехать немножко было страшно. Ну, первый мой опыт, это была работа в Турции. Работала в Турции. Отель Hilton, замечательный отель, реклама. Но работала я там на позиции entertainment agent. Это полностью прямая коммуникация с гостями. Да, это очень супер опыт такой прям, который, я думаю, что именно этот опыт и помогает мне сейчас в прохождении собеседований. Да, вот с вашей помощью мы нашли тот самый отель, в который я сейчас уже направляюсь. И вот в этом году я решила, что не буду останавливаться, скажем так, на какой-то одной локации географической, что можно попробовать выйти уже и за пределы, и, скажем, за рамки. И на более длительный срок, да? И на более длительный срок, да? Да, потому что это был, наверное, такой тестовый режим в прошлом году. Это было полгода, полгода довольно-таки хороший срок, чтобы понять, сможешь ли ты жить вдали от дома. вдали от родных. Ну и... Ваши или не ваши? Да, да-да-да, понять. И, естественно, за это время, да, ты прокачал свои какие-то навыки владения иностранными языками. Вот. И, собственно, именно этот опыт и помогает сейчас, в настоящем времени, когда я уже сейчас на старте, скажем так, покорение новой страны. Такой челлендж для меня, да. И вот с помощью вашей компании я действительно, ну, как бы поверила, наверное, больше в себя, обрела уверенность. И с помощью ваших подсказок, с помощью ваших инструкций я вот собралась, скажем так, да, с силами, с мыслями. Ну, естественно, хотелось бы, чтобы мой опыт тоже помог молодым нашим ребятам, соискательным, которые обращаются к вам, которые тоже уверены в себе, которые знают, что у них есть достаточный опыт, ну, либо даже если, например, не совсем уверены, но, по крайней мере, именно вы помогаете, подталкиваете, да, к тому, чтобы сделать этот первый шаг, попробовать, посмотреть, насколько ты готов вообще вот к выезду, скажем, да, в дальние страны. Наша задача вообще просто дать информацию по всем нашим программам, а там человек уже сам поймет, что ему больше подходит. Вот вы когда к нам обратились, у вас был выбор, да, объединённый Арабский Эмират или Мальдива. Ну, первостепенно вы спрашиваете насчёт, вот я помню первого варианта, и остановились всё-таки на втором. Почему? Да, действительно, я помню нашу первую встречу. Я сюда шла целенаправленно, знаю, что Арабский Эмират, вроде как, ну, такое направление уже действительно очень, да, очень раскрученное, потому что очень много и ваших кандидатов, и другие агентства отправляют. Но когда вы сказали, что вот у вас ещё есть одно... А, я ещё так с опаской спросила, а вот есть у вас направление Мальдивы, а это реально? Потому что на самом деле мне правда казалось, что это не совсем реально, что это больше, ну, что там как-то сложности будет больше, что это там финансово будет дороже. Ну, правда, да, это такие вещи, с которыми каждый столкнётся, те, кто ищут, да, работу за рубежом. И когда вы, в принципе, всё довольно-таки доступно объяснили, что это действительно реальное направление, возможно, достаточно только, да, быть, ну, вот, соответствовать всем требованиям, иметь определённый опыт работы за рубежом, иметь опыт работы, опыт вообще проживания за границей, в интернешнл, да, там, скажем, среде. Вот, и на самом деле, и тут у меня так зажглась моя та самая лампочка, да, это такой индикатор, что если тебя что-то цепляет, то всё, значит, вот надо пробовать, и почему бы и нет, то есть я понимала, что да, это вот совсем вот что-то новое, неизведанное, но, ну, как бы, просто сидеть на месте на одном, да, и... Да, по-моему, кстати говоря, чувствовала, что вы такой решительный контакт, да, потому что вы уже сказали, я сегодня подумаю, завтра я отвечу, на завтрашний день вы же пришли подписывать договор, что крайне редко случается, да, причём пришли вы за одной программой, а подписали договор по другой программе, поэтому вообще это очень классно. Вот касательно теперь вообще самого собеседования, вот, вы, когда проходили собеседование, то есть вы очень тщательно подошли к этому вопросу, да, вы очень следовали всем всем рекомендациям, то есть изучали все материалы тщательно, помимо этого и самостоятельно делали такой ресурс, да, про отель, вообще про Мальдивы, про всё остальное, в связи с этим хотелось бы вам такой вопрос задать, какие вы можете дать рекомендации нашим ребятам, вот, чтобы успешно пройти собеседование, чтобы комфортно себя чувствовать на собеседовании, как нужно готовиться, вот, возможно, вы там, помимо того, что мы вам, да, рекомендовали, может быть, вы сами для себя какие-то, там, не знаю, инсайты открыли, да? Да, очень, действительно, это очень важный момент такой, это этап подготовки, потому что на самом деле при собеседовании это такая, знаете, очень стрессовая, немного волнительная ситуация, но, опять же, нужно уметь себя держать эмоционально очень, да, в таком уравновешенном тоне, потому что, если, скажем, если человек на собеседовании очень сильно переживает, то, естественно, это почувствует твой оппонент, ну, тот, кто интервьюер, да, он обязательно это почувствует, поэтому нужно, скажем так, проработать, да, проработать, ну, скажем, я сделала так, я, ну, самое первое, это, естественно, там, да, рассказ о себе, то есть с этого всегда всё начинается, любое интервью начинается с этого. Я себе составляла эссе на английском языке о себе, да, о своем опыте работы, То есть все полностью по пунктам, которые вы, кстати, и дали, все вопросы. То есть все четко, ничего лишнего и в то же время ничего такого запредельного. Самое главное, нужно подготовить о себе эссе и просто самому себе его постоянно пересказывать. За счет этого, за счет того, что вы практикуете это, соответственно, у вас вырабатывается уверенность в себе. Где-то там слова нужны, хочется подобрать, чтобы у вас был не такой банальный английский. Понятно, что английский язык это не наш родной язык, и, соответственно, за счет этого, скажем, нужно поработать над подачей информации на иностранном языке, чтобы вы более-менее свободно оперировали какими-то там фразами, чтобы это и смогло передаться через камеру, скажем так, когда будет собеседование. Это очень важный этап. Следующий, естественно, это серфинг в плане информации. То есть нужно просто использовать действительно все источники, окунаться в это все. То есть одно дело, когда ты читаешь по инструкции одну информацию, другое дело, когда ты действительно находишь фотографии, видео, как это все происходит, как эта жизнь происходит. Так как вы едете на работу, естественно, нужно понимать какие-то такие специфические моменты. Тем более страна, что Дубай, что Мальдива, это страна у нас мусульманская. Поэтому нужно понимать, что есть очень такой внушающий список, да, список каких-то сводов правил, которым нужно следовать. И к этому нужно быть готовым. То есть не так, что, ой, все, я там приехал, что хочу, то и делаю. Нет, это тоже нужно эмоционально прям подкованным быть. То есть самые три пункта, да, я могу отметить. Это эмоциональный такой, да, когда ты полностью работаешь над самооценкой. Второе, это, естественно, психологический, потому что нужно прям вот самому понять, вот, то есть посидеть. У меня перед этой поездкой, на самом деле, я прям, у меня были какие-то, наверное, даже дискуссии с самой собой. То есть нужно вообще понять, тебе это нужно на самом деле. Для чего тебе это нужно, да, прям расписать все по пунктам. Потому что бывает так, что тебе кажется, что цель твоя, вот ты хочешь, а потом ты приедешь и думаешь, блин, ну, что я вообще здесь делаю, да. Ну, то есть нужно разобраться, есть ли у тебя вот этот год, да, то есть чтобы ты, который ты готов потратить на то, чтобы ты вот поработал в этой сфере. Чтобы понять, твоя эта сфера не твоя, потому что вдруг ты вообще, да, там, не склонен работать с гостями, с людьми. То есть это же психологический фактор. Вот, то есть психологически нужно быть подкованным. Ну, и, естественно, это в плане, ну, физически, наверное, да, насколько ты готов жить вот в такой среде. Одно дело ехать в Дубае, где вокруг очень много городов, мегаполис, много людей. И другое дело, когда ты едешь на острова, где ты практически, да, ну... Изолирован. Да, изолирован, хотя, понятное дело, что приятно изолирован, да, учитывая такую атмосферу на острове. Но, тем не менее, нужно быть к этому готовым, потому что это, наверное, самые три важных пункта. Классно все объяснили. А, кстати, вот именно теперь хотела спросить по поводу числа женностей вообще. Были ли сложности в понимании интервьюера, то есть в акценте, либо вообще были бы сложные вопросы, да, какие-нибудь, которые вы запомнили, на которые вы там, ну, подумали, что, блин, зря я не подготовилась к этому вопросу, ну, то есть что-то такое, или что вы вообще не поняли, и вы как-то выкрутились из этой ситуации? Были ли такие моменты? Да, это очень важный такой пункт, поделюсь, чтобы все были, ну, скажем так, готовы, да. Первое самое мое интервью, оно, в принципе, было стрессовым для меня, хоть я и виду не подавала, я такая, хей! Но был такой момент, когда была, скажем так, небольшая проблемка именно по качеству связи, то есть, ну, с моей стороны я подготовилась основательно, то есть это тоже один из пунктов, нужно подготовиться основательно к интервью, мало того, что у тебя внешний вид должен соответствовать, плюс, естественно, да, проверить там, чтобы были интернет, Wi-Fi, наушники, чтобы все было рядом в зоне доступа, да, чтобы в любой момент ты мог это все использовать. Еще момент такой, когда было, уже началось интервью, мало того, что очень тяжело воспринимать на слух английскую речь, если ею владеет не носитель языка, да, то же самое, наверное, наш английский тоже для кого-то будет сложен на восприятии, но здесь особый случай для меня был, то есть получается так, что пока интервью нашло, интервьюер попросил, можно я, говорит, переключусь, ну, то есть вы меня не будете видеть, но тем не менее интервью вот наше будет проходить. Я была не готова к такому повороту событий, потому что получилось так, что я видела только себя, да, вот через камеру, я не видела собеседника, и получается так, что когда ты воспринимаешь на слух речь иностранную, да, то это восприятие затрудняется, это все знают, да, даже по телефону говорят, когда разговариваешь с кем-то, то если ты понимаешь на английском по телефону, говорят, у тебя очень хороший уровень английского языка. В принципе, получилось так, что мне было немного сложновато на восприятие, потому что акцент, плюс ты не видишь собеседника, но я думаю, что это скорее исключение, да, потому что в основном остальные интервью были уже, да, с видеозвонком, когда ты конкретно видишь человека, и получается так, что в каких-то моментах я действительно не могла распознать, какой же там, да, вопрос звучит, и приходилось просить, переспрашивать, да, но делать это, естественно, тактично, чтобы там, ой, извините, там, а вот можете повторить, тут немножко со связью проблемки, вот, ну, в принципе, в целом там выкрутились, да, интервью прошло, ну, не совсем удачно для меня, потому что меня все-таки не выбрали, но там, то есть это как бы, это было первое интервью, поэтому оно больше было такое тестовым для меня, чтобы я вообще понимала, что как это все происходит, в какой момент и как нужно, да, выкрутиться, ну, в целом нормально. Уровень готовности, да, ну, и технически подкованным, то есть в целом это такая, да, то есть такой check-out. Дальше еще какие моменты по поводу вопросов, да, действительно, бывают очень интересные вопросы, мне очень понравился вопрос, который, ну, то есть такой был неожиданным для меня, но в то же время, так как вы нас готовили к интервью, предупредили, да, я прям все расписывала заранее себе, ну, пересказывала, и один из вопросов, да, все-таки, который задали, хотя я думала, что его не зададут, уже на втором интервью с другим отелем, был задан вопрос о том, какие были там, не знаю, чуть ли не факапы, да, которые случались на работе, то есть вот что-то такое, выходящее за рамки, и как вы выкрутились, да, из этой ситуации, вот при, там, в общении с гостями. Ну, пришлось рассказать историю, да, которую я действительно вспомнила, ну, то есть получается так, что нужно эмоционально и очень открыто, ну, то есть как бы апеллировать правдой, честностью, да, то есть действительно, как было, так и рассказывая, нужно, как бы, дать понять, что ты готов решить любую проблему, не, скажем, не в ущерб себе, не в ущерб себе, не в ущерб гостю, самое главное, здесь даже, наоборот, не в ущерб гостю сначала, да, а уже потом не в ущерб себе. Ну, сначала ты не просто понимала, это близко к сердцу, да, потом не задала из-за этого. Да, 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 и вот, и, то есть получается, что нужно действительно, вот, прям вот по всем вопросам, которые вы задали, практически, я не думаю, что были какие-то вопросы на интервью, да, о которых вы не предупредили, то есть даже, ну, в целом, да, вот, если готовиться по вашим, да, по вашим рекомендациям, то я не думаю, что будут какие-то там сюрпризы непонятные, вот, поэтому все было вполне. А вот какие рекомендации, потому что мы рекомендации даем абсолютно всем нашим кандидатам, причем одни и те же, да, мы с ними очень тщательно разговариваем, там, около часа разбираем их ответы, потом говорим, вот здесь неправильно ответили, вообще как нужно отвечать. И вот всем одинаково, но тем не менее, есть кандидаты, которые все-таки это все учитывают, а есть те, которые забывают, да, вот, какие вот рекомендации вы прям запомнили, да, и что там про себя отметили, да, да, вот это нужно, вот это очень важно, да, и потом, да, во время собеседования, возможно, вспомнить, можете какие-то топ-3 рекомендации дать, но чтобы, если вы это проговорите, возможно, кандидаты, которые готовятся к собеседованию, еще раз про это вспомнят и лучше подготовятся. Ну, я думаю, основная такая вот, самая главная, да, в топ-3 рекомендация будет, это ознакомление заранее с именно вот с отелем, со страной, с какими-то правилами внутренними, да, потому что в интервью эти вопросы тоже звучали, например, да, то есть, вот вы же понимаете, что у нас вот такая-то страна, что вы знаете, а почему именно Мальдивы, то есть, когда называют такие вопросы, соответственно, да, чтобы в ступоре не было такого, а почему, ну, там, красиво, да, да, ну, это, наверное, самый такой распространенный ответ, который хочется, да, дать, но это, я не думаю, что это будет правильный ответ, и что вы обязательно попадете там в число кандидатов, да, что точно вас возьмут на собеседование, если вы ответите так, нет. Здесь, конечно, лучше подойти с профессиональной точки зрения, да, отметить, что, да, помимо того, что у вас красивая локация, красивая, шикарная природа, да, ну, то есть, отметить обязательно это нужно, как бы, как в форме комплимента, но в то же время указать на то, что, например, да, как я говорила, что мне очень нравится там уровень обслуживания и сервиса в вашем отеле, я знаю, что у вас такой шикарный отель, что ваши все гости очень довольны, я действительно серфила всю информацию про отель, про острова, про, я даже отзывы, да, обязательно читала, то есть, например, да, гости, которые там отдыхали, они оставляют, есть очень много всяких, да, сайтов, где можно оставить отзыв, и, естественно, то есть нужно прям показать, что ты действительно готовился, что ты ознакомился прям вот полностью от и до, что ты знаешь и про религии, что ты знаешь о каких-то осводе правил, которые действуют внутри страны, что обязательно ты знаешь вообще, как нужно общаться с гостями, как уметь решать вопрос, что в этой сфере, как гостиничный бизнес никогда не говорят там гостю нет, у нас этого нет, то есть это вот прям табу обязательно, да, это вот в таком формате, что ты действительно должен быть подкованным информационно, и уже потом, дальше, после этого там, что можно ответить, ну, естественно, это доброжелательность, улыбка, даже если что-то там, ты чувствуешь, что у тебя там чуть-чуть ты плывешь, да, что вроде как ты недопоняла вопрос, самое главное это улыбаться, это улыбаться, это вы меня научили, да, но в принципе в жизни вообще, да, нужно всегда следовать этому правилу, то есть, ну, как бы улыбка, она всегда, скажем, может, может сгладить какие-то там твои маленькие минусы, да, поэтому это, наверное... Ну, и это своего рода такая, скажем так, такая проверочка, потому что ты сфера гостеприимства, да, там это очень важно, это чуть ли не знаю, не самое важное, да, для сотрудников ты работаешь в сфере гостеприимства, что он должен быть всегда доброжелательным и улыбаться, да, поэтому это как бы интервью, это на это обращает внимание, если человек улыбается, они понимают, что как бы человек может завтра, и таким образом он гостя тоже расположить в себе. Да, да, это очень важный пункт, и плюс еще такой момент при интервью, да, был задан вопрос о том, что, ну, то есть, готовы ли вы жить, ну, там, да, был ли у вас опыт проживания вот в интернешнл атмосфере, то есть это тоже важный пункт, это даже где-то в анкетах, по-моему, да, был этот вопрос, то есть здесь тоже нужно понимать, что нужно быть готовым к этому и отвечать честно, да, насколько ты сам действительно готов проживать в интернациональной, да, такой семье даже можно сказать, потому что так как вы находитесь на островах, понятное дело, что ближе этих людей, с которыми вы будете там работать, у вас не будет в ближайшем, скажем, радиусе, да, вот, поэтому нужно быть готовым, то есть эти вопросы обязательно звучат на интервью, то есть они прям смотрят по анкете, был ли у вас опыт проживания вот в такой среде, насколько вы лояльны, да, ну, скажем, да, вообще к проявлению разных таких, да, моментов, как религия, там, еще, еще что-то, то есть нужно это понимать и самому быть психологически готовым, что, ну, что это не так, ну, благо мы в Казахстане живем в интернациональной такой, да, в стране, поэтому я думаю, что у нас в этом плане нет каких-то там проблем, я думаю, что это такое прям изи, да, такой вопрос, но, тем не менее, нужно быть готовым к этому, что нужно будет учитывать все вот эти вот моменты, то есть это такой тоже пункт важный. Хорошо, спасибо. А теперь по поводу срока вообще трудоустройства, вот, когда вы к нам подошли, это был конец декабря, и мы вам сказали, да, что сейчас сезон, и поэтому, ну, все максимально быстро происходит, и, как бы, примерно это полтора месяца, да, в лучшем случае, и если не учитывать вот эти пару дней, которые шли на подготовку анкету, все, у вас прям ровно полтора месяца, да, получается, вы, после завтра уже улетаете, да, и, ну, ожидали ли вы, вот, когда вы к нам обратились, что на самом деле все произойдет вот так вот мега быстро, да? Если честно, да, это было для меня сюрпризом, потому что сроки изначально озвучивались такие, что, ну, месяц, два, три, то есть, и почему-то я думала, а, ну, наверное, ближе будет это туда, вот, два, три месяца, но когда, то есть, я сама даже не поняла, как прошло это время, то есть, пока мы вот следовали всем инструкциям, готовились, пока мы с вами проводили какие-то беседы, время действительно прошло очень быстро, и тут я понимаю, что, вау, полтора месяца, мы за полтора месяца действительно смогли, да, смогли найти и подходящее, нужное место, причем с отличными условиями, и я думаю, что в этой, ну, скажем, в этой ситуации выиграют все три стороны, да, то есть, для вашего, скажем, да, ну, это пополнение плюс один кандидат, для меня, естественно, это новый опыт, новая страна, и, соответственно, для работодателей, которые тоже ищут ответственность, и нужных сотрудников, которые смогут, и я надеюсь, что у меня получится оправдать их ожидания, вот, поэтому спасибо вам большое за оперативность, за честность, то есть, вы сразу, да, вы сразу предупреждали, что, ну, как бы, то есть, это было не так, что там, ой, все, вот такая сказка, и все, нет, вы действительно предупреждали, вы давали время, давали сроки, то есть, наводящие вопросы, действительно ли ты готов работать, действительно ли ты готов уехать надолго, да, то есть, ну, это, наверное, ну, то есть, не так, что, да, там, пришел к вам человек, а вам лишь бы его отправить, да, нет, здесь я не чувствовала вот этого, то есть, я, наоборот, чувствовала всегда поддержку, если у меня были какие-то вопросы, ну, понятное дело, что, когда отправляешься, да, вот в такое, далекое, да, скажем, путешествие, можно сказать, то, естественно, возникает очень много вопросов, и очень, самое главное, чтобы рядом была такая поддержка, когда вы можете спокойно задать вопрос, не стесняясь, да, там, можно только какие-то бытовые вопросы, касающиеся там, либо это, наоборот, важные вопросы, касающиеся документов, либо еще что-то, и получается, что на все я действительно получала важную, нужную информацию и в нужное время, вот, и все это время действительно заняло полтора месяца. Да, спасибо большое за такой честный отзыв, и спасибо за вашу такую тоже оперативность, ответственность, что вы ко всему подошли очень тщательно, нам очень приятно работать с такими кандидатами, как вы, вот это посред идеального клиента, и хотелось бы вообще узнать, какие, что вы сейчас чувствуете, да, через два дня вы вылетаете, есть ли какие-то страхи, что, как будет, или как бы все спокойно, так как у вас уже есть опыт, либо это волнительно, что вы сейчас чувствуете? Да, это очень интересный вопрос, потому что все, что касается эмоций, это всегда очень неоднозначно, то есть, ну, естественно, это какие-то смешанные чувства, это и радость, это и такой трепет, да, впереди что-то новое, что-то неизведанное, но в то же время есть, конечно, такое волнение, то есть я человек такой, вот, скажем, дисциплинированный, всегда, да, все люблю держать под контролем, я, ну, очень тайм-менеджмент, в принципе, у меня выверен, сверен, но тем не менее я все равно переживаю, смогу ли я оправдать их ожидания, да, ожидания работодателей, я очень буду стараться, и я уже стараюсь сделать все для того, чтобы действительно, да, ну, чтобы каждый из нас понял, что вот мы оказались в нужном месте в нужное время, поэтому есть волнение, волнение в плане того, что хочется, чтобы мой уровень английского языка соответствовал, да, ну, плюс, конечно, говорят, когда в среде находишься такой, соответственно, ты еще больше, да, прокачиваешь, да, какие-то свои навыки, да, плюс, ну, я прекрасно понимаю, что это очередной, это такой опыт, это опыт, колоссальный опыт, который, за которым я еду, то есть у меня сейчас, если честно, ощущение, даже с мамой дебилой, вот, по телефону в разговоре, я говорю, у меня ощущение, как будто я еду на обучение куда-то, да, вот, бывает же такое, и поэтому вот эти смешанные чувства, ну, и плюс, пришлось, наверное, дольше даже маму успокаивать, ну, в плане того, что, естественно, родные всегда переживают, вот, и поэтому, то есть, когда сама начинаешь переживать, когда рядом кто-то начинает тоже переживать, ты уже забываешь про свои какие-то переживания, ты начинаешь успокаивать родных, потому что родные, это, ну, естественно, да, я думаю, что каждый кандидат с этим столкнется, да, когда вот, если родные поддерживают это очень хорошо тогда все легче получается поэтому страхи есть это нормально причем страхи наверное даже не то чтобы за себя а за то чтобы ты смог действительно дать нужное то что нужно гостям то что нужно будет работодателем от нас от экспатов до которые приехали в другую страну и там уже работать по контракту ну посмотрим как сложится на самом деле я думаю у нас будет еще такое интервью может даже виртуальное когда я уже буду на месте да да то есть это будет уже еще новый опыт там еще можно будет поделиться новой информацией с кандидатами которые вот тоже уже возможно вот прям на этапе да на последнем шаге когда уже все получают визу вот я думаю что им тоже будет очень полезно узнать какую-то еще новую информацию что не переживайте уверена что у вас все получится мы уверены что у вас все получится потому что мы уже за этот короткий срок успели близко познакомиться понять какой вы человек поэтому уверен что вы все оправдаете они даже наверное приятно удивлены и надеюсь это повлияет на то чтобы они захотят больше людей из казахстана нанимать это очень важно для нас спасибо вам большое за ваше доверие что обратились к нам нам было приятно безумно приятно с вами поработать удачи вам успехов чтобы вашем новом начинании в новой стране да надеюсь что вы получите все что себе наметили и опять-таки дадите да отели все что они от вас ожидают и что для вас это будет очень крутой экспириенс некий такой и надеемся что будем еще встречаться с вами да когда будете в отпуске тоже заходите к нам мы будем всегда с вами на связи всего доброго вам спасибо спасибо большое спасибо всем надеюсь что это интервью будет было очень полезным особенно для тех кто сейчас готовится к собеседованию ребята учитывайте все моменты айшат дала очень много полезной информации всем пока до свидания и удачи спасибо но бежит наверно он туда на море Такая цапля, мы сидим, ждем. Наш катер, она гуляет, такая красивая, такая гордая. Хорошка. Вот такое у нас море, вот такой вот пляж, песок. Боже, как это красиво.